В цехе подготовки газа ГП-1В шумно. Резкий и оглушающий звук турбин – признак успешно работающих турбодетандерных агрегатов. Эти установки являются сердцем производственного цикла. Впервые на УКПГ-1В они появились в 2014 году. Сегодня их применяют в основном на валанжинских промыслах. Валанжинские промысла отличаются тем, что в их продукции содержится высокое количество жидких углеводородов. То есть на валанжинских промыслах мы получаем в виде готовой продукции как газ, так и нестабильный конденсат. ГП-1В – самый крупный из валанжинских промыслов на заполярном месторождении. В его фонде 14 кустов, 79 газоконденсатных скважин, 4 технологических нитки, соответственно, 4 турбодетандерных агрегата. Без машин для производства холода газодобытчикам обходится очень тяжело. Зимой проблем нет, а вот летом без них коэффициент полезного действия производства снижается в разы, говорят специалисты. Вообще турбодетандерные агрегаты, которые используются здесь на заполярном месторождении, они отличаются тем, что в них применяются активные магнитные подвесы. То есть это так называемые сухие подшипники, когда происходит левитация ротора турбодетандерного агрегата. Соответственно, такое исполнение требует очень большой работы по подготовке как вспомогательных систем, которые обеспечивают работу турбодетандерных агрегатов, так и силовой части, активного магнитного подвеса, сменной проточной части и всего навесного оборудования, которое входит в компоновку. Турбодетандерный агрегат – важное звено на большом производстве. В процессе эксплуатации месторождения, как правило, пластное давление падает, и так называемого дроссель-эффекта уже не хватает для качественной низкотемпературной сепарации. Особенно летом, когда аппараты воздушного охлаждения не справляются с понижением температуры голубого топлива. Тогда на помощь газодобытчикам приходят турбодетандеры. Они охлаждают поток газа до минус 40 градусов. Наша работа заключается в техническом обслуживании и подготовке турбодетандера к работе. Непосредственно перед пуском мы производим замер изоляции и сопротивление электромагнитных катушек в съемной протушной части. Если нас не устраивает, не входит в нормы испытания, согласно паспортных данных, мы производим сушку, ремонт этих катушек, потом их сушим и снова собираем, добиваемся конечных результатов, чтобы они соответствовали нормам. Сегодня на газовом промысле 1В четыре турбодетандерных агрегата. Один из них трудится вовсю, еще два заработают в течение недели. А четвертый, на всякий случай, будет находиться в резерве. Алмаз Абдельманов, Сергей Овсянников, Заполярное месторождение. Продолжение следует...